МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. В студии КТВ Наперного. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске о реконструкции моста через Вичкинзу и продолжении строительства 11-й школы в городской думе рассматривают бюджет на следующий год. Время собирать камни. Саровчане представили фильм о заброшенных храмах Нижегородской области. В Сарове стартовал муниципальный этап первенства школ города по волейболу среди девушек. Далее расскажем по всем подробно. Мост через Вичкинзу за третьим КПП собираются реконструировать. В следующем году на разработку проектно-сметной документации из бюджета Сарова собираются выделить 30 миллионов рублей. Также администрация планирует построить объездную дорогу вокруг Цыгановки и сделать дорогу от третьего КПП до Сатиса четырехполосной. Инициативу обсуждали на комитете в городской думе. Какие еще объекты запланировано сделать в следующем году? Расскажем далее. На 30 объектов капитального строительства планируют выделить средства из городского бюджета в следующем году. Из них на 15 необходимо разработать проектно-сметную документацию. На 15 других уже пойдут строительно-монтажные работы. На четырех объектах ремонт идет. Это здание Центра образования на Куйбышево-1, Стадион 12-й школы, общежитие на Зерново-62 и 11-я школа. Напомним, ранее стало известно, что учеников 11-й школы на время ремонта решили все-таки перевести из основного здания в другие школы. Изначально школьников обещали оставить в своей школе. Все работы, которые ввелись на объекте школы номер 11, наружные, они себя исчерпывают. То есть они сейчас ведут работу. Вот, мы фасадные. Значит, ремонт фасада. Они провели все работы по замене оконных, всех конструкций в полном объеме. Они большой объем работы провели по замене наружных. Коммуникации и благоустройства. То есть там осталось благоустройство. Небольшой объем работ связан, он ограничен сейчас у нас погодными условиями. Ранее предполагали делать внутренние работы, отгораживая по половине этажа. Тогда бы учеников не пришлось переводить из здания. Но из-за санузлов придерживаться плана не получилось. Искали различные варианты. И проводить ремонт ночью, и выходные. Но ради безопасности детей, и скорейшего завершения строительства, решили все-таки учебный процесс перенести. Ищем варианты начала занятий не чисто со второй сними, например, после обеда. Занятия смещаем, начало занятий приходилось где-то на 10-31 часов. Это поможет снизить вечернюю догрузку для детей. По большому счету мы сейчас прорабатываем вопрос возмещения классов 11-й школы не только на территории первого интерната, но и на других территориях школ. Значит, и вот пока один-два класса у нас остаются в очень проблемной зоне. И я думаю, что все равно постараемся найти все это решение. Представители администрации рассказали о строительстве нового здания 11-й школы на Зорге. Напомним, сроки сдачи объекта постоянно переносили, а подрядчик ООО ТСК свои обязательства не выполнил и пропал. Муниципалитет долго искал нового и, наконец, осенью заключил контракт с Нижегородской фирмой. На данный момент они вышли на объект, подключили объект к инженерам, детям к теплоснабжению, запустили все. Там уже начали работать электрики под подготовки схем временных по электроснабжению. Под охрану объект принят. И рассчитываем, что они сейчас будут заниматься. Планируем все-таки в те сроки, которые в соответствии с ПСД остались, с проектом организации строительства, именно нормативные сроки завершения работы, там 4-5 месяцев, чтобы они к июню завершили эти работы. Новое здание на Зорге не закроет потребность района в учебных заведениях. Проектная мощность старой школы 11 – 300 человек, новый – 600. Необходимо построить в этом районе еще одну школу. К тому же здание первой школы, бывшего первого интерната, тоже приходит в негодность. Встает вопрос о возможности его эксплуатации. Но пока школу закрывать никто не собирается. Правильнее не совершать, как говорится, ошибки, которые были совершены ранее, и не выводить объект эксплуатации до строительства нового. В бюджете следующего года заложены средства на разработку проектно-сметной документации на устройство светофоров на Силкино около кинотеатра и на Зерново около 9-го интерната, капитальный ремонт дорог, замена барьеров на 123-й дороге. На участке от улицы Железнодорожная до улицы Бессарабинка, это вот объездная дорога, там уже некоторые опоры фактически висят в воздухе, поэтому есть угроза, что они не сдержат падение автомобиля в репо в случае какого-то ДТП. Обсудили депутаты поправки в бюджет на следующий год. Например, решено проработать предложение депутата Ивана Ситникова об установке скамейк и указателей на тропе здоровья. Владимир Путин поручил в январе 2023 года провести индексацию зарплат бюджетников. Об этом он сообщил на заседании Кабмина, передает ТАСС. По словам президента, в этом году Россия столкнулась с инфляцией, из-за чего цены заметно выросли. Поэтому уже в январе будущего года нужно провести индексацию зарплат бюджетников, а также выделить необходимую финансовую помощь регионам, тем, которые нуждаются действительно в этой помощи, сказал глава государства. Ранее российский лидер заявил, что ждет снижения уровня инфляции в начале будущего года. Глава министерства Антон Силуанов заявил, что Минфин держит инфляцию в России под контролем. Ранее стало известно, что годовая инфляция в России замедлилась в середине ноября до 12,3%. Пиковых значений с января этого года уровень годовой инфляции в России достиг в конце апреля, когда планка поднялась до отметки 17,83%. Саровчан приглашает присоединиться к всероссийской акции «Спортивная зима». Для этого нужно сделать фото и видео того, как вы открываете зимний сезон, и разместить его в ВКонтакте с хэштегом «Спортивная зима 2022». Лучшие работы будут размещены в группе проекта. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Продолжается рост заболеваемости гриппом. В Нижегородской области зарегистрировано уже более 10 случаев. По результатам лабораторных исследований выявляют вирус гриппа H1N1. Почти 4% школ и детских садов региона закрыты на карантин. Клинические особенности течения гриппа у детей в этом сезоне – кишечный синдром, рвота, жидкий стул, при отсутствии лихорадки и катаральных явлений. Самый эффективный метод профилактики – вакцинация. Привить ребенка можно препаратами «Совигрип» и «Ультрикс Квадри». Записаться на прививку можно на портале пациента на сайте КБ номер 50 или по телефону колл-центра 95511. В Сарове установили камеры с распознаванием автомобильных номеров. Всего их 817. Камера позволит обеспечить безопасность жителей, в особенности детей, отметил глава города Алексей Сафонов. Из них 385 в школах, 390 в детских садах, 27 в организациях дополнительного образования. К уличной системе также подключили 15 дополнительных камер видеонаблюдения, в том числе и автоматически распознающих автомобильные номера. При выходе на лед надо быть внимательными. Департамент городского хозяйства сообщил о результатах замеров на водоемах Сарова. На реке Сатис – 11 сантиметров, на Саровке – тонкий лед, на пруду Боровое – 12 сантиметров. Несмотря на отрицательные температуры, лед под мостами сформировался не везде, а на участке реки Сатис – от моста по улице Зернова до моста по проспекту Музруково – большое количество незамерзающих родников. Хоккейный клуб «Саров» приглашает болельщиков в Ледовый дворец, на очередную домашнюю игру в рамках чемпионата Высшей лиги Нижгородской области. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть в группе канала «16» ВКонтакте и на канале «Сарова-24». Матч пройдет 3 декабря, начало в 13 часов. Для зрителей старше 12 лет. Время собирать камни в библиотеке имени Маяковского прошла премьера фильма, созданного саровчанами. Документалка Романа Сванидзе Александра Гусихина рассказывает о заброшенных храмах Нижегородской области. Так урочище «Студенец» Сосновского района выглядело 12 лет назад. Однажды группа энтузиастов решила возродить храм в честь иконы Божьей Матери Знамения в бывшем населенном пункте. Никто тогда не поверил этому решению, но с 2010 года работа все-таки началась. И теперь здесь стоит обустроенный, возрожденный храм, куда стекаются паломники на богослужения. Сюжет об урочище «Студенец» – один из 10 фильмов проекта «Урочище Нижегородской области» Романа Сванидзе и Александра Гусихина, который получил поддержку фонда президентских грантов. Покопался я в истории, понял, насколько быстро исчезает память об этих местах, потому что приходилось собирать эту историю по кусочкам из разных мест. Иногда сведения даже противоречили друг другу, и было выяснять, что это такое целое расследование иногда приходилось проводить. Авторы сняли видеосюжеты о судьбе заброшенных храмов в Первомайском, Шатковском, Сосновском, Городецком, Арзамасском и Дивеевском районах. Роман Сванидзе выступил сценаристом и звукорежиссером, а Александр Гусихин снимал и монтировал фильмы. Приезжаем на место съемок, и сначала все выставляем, аппаратуру, и смотрим, какие ракурсы, допустим, можно было откуда, с каких углов там чего-то, ну, как это происходит. И пробуем. Много делали дублей всякие, много не вошло, ну, снимается много, чтобы сделать потом мало. Как итог проекта, авторы создали полнометражный документальный фильм «Время собирать камни», в который вошли сюжеты об урочищах Нижегородской области. Фильм выстроен в единое повествование, которое органично соединяет между собой рассказы о разных судьбах заброшенных храмов. Они связаны, выстроены в необходимой последовательности, и вот этот просмотр в определенной последовательности, когда накапливается информация, причем у каждого урочка своя изюминка, свой особый взгляд на него мы постарались сделать. И вот когда это накапливается, то добавляются новые впечатления, новые ощущения, новые мысли, которые не возникают при просмотре раздельных серий. После просмотра в Зале искусств в библиотеке имени Маяковского зрители могли задать вопросы авторам, поделиться впечатлениями и размышлениями. Полнометражный фильм «Время собирать камни» пока не будет доступен в сети интернет, поэтому увидеть его можно только на подобных встречах. За афишей и новостями следите в группе ВКонтакте «Урочище Нижегородской области». Атомный квест прошел у Дворца детского творчества в рамках проекта «Профтренд». Школьникам 8-9 классов рассказали про профессии, востребованные в современном мире. Вместе с ребятами квест прошла и наша съемочная группа. Кто такой криптограф, многие ребята даже не знали, но лишь до того, как пришли на станцию с соответствующим названием. Криптограф Руфяцвнеев Борис Красильников рассказал, что такое шифр, для чего он нужен, кто придумал первые шифровальные изобретения и как можно стать профессионалом в области защиты информации. Школьники познакомились с принципом расшифровки и попробовали сами сделать криптоанализ, пословиц и поговорок. Криптография – это целое научное направление, которое изучает три момента. Это аутентификация, целостность данных и конфиденциальность. Направление очень нужное. Сейчас ребята занимаются тем, что расшифровывают сообщения, которые я им, можно сказать, закодировал. То есть они сейчас занимаются криптоанализом. На очередном мероприятии «Атомный квест» в рамках общегородского проекта «Профтренд» представители-эксперты Руфяцвнеев рассказали школьникам 8-9 классов о наиболее востребованных и нужных профессиях предприятия. И не только рассказали, но и показали. Ребята совершили путешествие по четырем станциям. На станции «Штурман» школьники попробовали себя в роли математиков-расчетчиков и рассчитали траектории по математическим формулам. Узнали про меридианы, параллели и законы навигации. Рассказывают интересные формулы, как рассчитать, допустим, условный полет-самолеты из одной точки в другую, про профессии в будущее. В целом, хорошее мероприятие. Мне понравилась криптография, как она работает и как устроена, и именно коды, как правильно рассчитать и как именно их расшифровать. На станции «Я-конструктор» участники познакомились со специальным чертежным шрифтом, попробовали применить этот шрифт на практике. Также магистр станции Дмитрий Дарьюшкин рассказал командам о программе «Компас», показал конструкторские черчежи и детали. На атомном квесте ребята смогли окунуться и в увлекательный мир физики, познакомились с физическими законами и формулами, узнали, где физика встречается в повседневной жизни, а также сделали интересные опыты. Вот такое вот путешествие, небольшое, глубокое, в мир профессий, которое, мы очень надеемся, поможет ребятам самоопределиться в этом огромном мире разнообразия, поможет им понять, какие навыки нужно получать, где в учебе надо поднажать, ну и, конечно же, какое высшее учебное заведение выбрать для последующего получения знаний. В рамках проекта «Профтренд» проходит и ряд других мероприятий – познавательные занятия, мастер-классы, деловые игры. В седьмой школе стартовал муниципальный этап первенства школ города по волейболу среди девушек. За победу борются 10 команд. На втором дне соревнований побывала наша съемочная группа. Два лидера соревнований встретились на паркете 15-й лице и 10-я школа не раз становились призерами муниципального этапа первенства школ города по волейболу. На эту игру юные спортсменки были настроены решительно. Первая партия закончилась в пользу 10-й школы, но во второй соперницам удалось сравнять счет. Третья партия стала решающей. А третью сначала проигрывали ее, немножко так они вели все, потом немножко догнали, сравнялись, при счете 6-6 сравнялись и девочке просто поувереннее. У одной девочки подача у нас не шла, а потом она решила почти всю игру, концовки она решила ее. То есть у нее пошла игра, подача и она сыграла достойно, хотя Валерий Иванович ругался на нее постоянно. За первое место в муниципальном этапе первенства борются 10 команд школ города. Их разделили на две группы. Лидеры каждой группы выйдут в плей-офф на стыковые матчи. Игры были эмоциональными не только для юных спортсменок, но и для самих наставников. Им важно было поддержать команду, настроить на победу, давать советы в ходе игры. Девочки, они всегда непредсказуемые. С девочками очень сложно играть. Где-то надо похвалить их, где-то поругать надо. Психология у них очень интересная. Они могут просто встать и оставить всю игру. А могут просто играть и побеждать. Бывает, что старшему девочкам уже тяжеловато ходить. У них сейчас репетитор 11 класс и остальные девочки 9 класс. Вот так с трудом все получается, но они стараются и вот видите результат на лицо. Победитель муниципального этапа отправится защищать честь города на зональные соревнования в Арзамас. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16 в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА